Здравствуйте! Сегодня с вами я, Мария Титова. Вы смотрите «Континентальное чтиво» – обзор самых интересных публикаций о хоккее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не сказать, что в КХЛ остро стоит проблема с травмами, но факт остается фактом. В течение месяца лига потеряла лучшего бомбардира и четырех звезд. И все это в олимпийский сезон. Накануне московская «Динамо» уступила в Лужниках Ярославскому локомотиву. Динамовцы подошли к матчу не в лучшей боевой готовности. В стане «Динамо» в преддверии этой игры тоже царило не лучшее настроение. Огорчили «Динамовцев» и особенно Олега Знарка многочисленные травмы. После матча с Северсталью лазарет команды, в котором уже были четыре игрока, пополнился еще троими. Причем «Граник», «Елосвара» и «Еписушка» выбыли на достаточно длительный срок. А ведь они одни из ключевых игроков бело-голубых. По мнению все того же Александра Рожкова, как раз большое количество травм заметно ослабило игру чемпиона. Потери лидеров мгновенно отразились на состоянии команды. Подопечные Знарка провели одну из худших по качеству игр в сезоне и уступили сопернику в желании. Мало того, хозяева едва не потеряли еще одного ключевого игрока в самой концовке встречи, когда Черников неосторожным движением руки попал по главе Новаку. Правда, и сами «Динамовцы» давали воле эмоции. Так, уже при счете 3-0 Комаров в безобидной ситуации заехал в спину Петрову, а Карсум за минуту до конца основного времени схлопотал матч трав за удар соперника ногой. К слову, перевод «Латыша» в первую тройку к Горовикову и Комарову себя не оправдал. Уж больно пассивно действовали два первых звена бело-голубых. Однако сказать, что «Локомотив» победил благодаря резко возросшему лазарету «Динамо» было бы несправедливо. Юрий Глышак из «Спортэкспресса» видит причину успеха ярославцев в следующем. Ярославль играл здорово и не понять было, отчего-то грустные возила в таблице. На льду-то все достойно. Я поражался, насколько быстро без воли экс-главного тренера американца Тома Роу сменилась цепкостью. Насколько быстро «Локомотив» стал командой Воробьева с игрой под лозунгом «Набросим пиджачки». Первый период заканчивался, а хозяева так и не придумали, как же обыгрывать этот «Локомотив». И еще один небольшой штрих о наболевшем, о травмах. От них, как известно, не застрахован никто. Порой страдают не только хоккеисты, но и клубные талисманы. Первым вышел на больничный маскот по имени «Волк», по иронии судьбы, носящий бело-голубой джерси столичного «Динамо». «Волк» получил травму на тренировке и в ближайшее время на матчах не появится. А потом, есть мнение вообще от него отказаться. Когда он поправится, проведем опрос среди болельщиков. Многим он не нравится. Вот те раз, вроде еще во вторник, на матче с «Северсталью» «Волк», как обычно, был в ударе. Зажигал на фанатской трибуне, выезжал на лед перед представлением команд. И вдруг травма. Он что, с командой занимается? А может «Волк» вообще игрок «Динамо» из тех, кто не участвует в матче? Оказалось, нет. Тренируется на льду отдельно. Центральный матч вчерашнего дня состоялся в Казани, где Акбарс принимал СКА. Вот только приезд столь маститого соперника отнюдь не гарантировал аншлаг на трибунах. Столица Татарии в последнее время удивляет невысокой посещаемостью домашних матчей своих лучших команд. Футбольный рубин к этому, похоже, уже привык. Теперь настала очередь Акбарса. В минувший вторник на поединке с Атлантом на трибунах Татнефть-арены, вмещающей 8774 человека, оказалось занято всего 2100 мест. Что стало антирекордом посещаемости игр казанской хоккейной дружины. И это при том, что впервые за несколько лет на Акбарсе разрешили продавать пиво. Сама игра завершилась победой СКА со счетом 3-1. Блок «Герой нашего времени» предлагает отчет о матче. Счет с забитым шайбом откроет Евгений Скачков, когда команды вкатятся во второй период. После паса Шипачева Евгений поразит свободный угол ворот соперника. И за спиной вратаря зажжется красный свет. 1-0. Отыграется Акбар спустя 5 минут, когда Артем Лукаянов успешно сыграет на добивании. 1-1. Важной, прямо очень важной, без всякой иронии, кстати, станет первая шайба Димы Юдина, забитая им в третьем периоде. Самый молодой защитник армейцев нанес невероятный по красоте бросок от теней линии, заставив Барульна капитулировать. Помимо того, что эта шайба станет первой для Димы в составе СКА, так и без всякого сомнения переломит ход матча. Павел Лосенков в своем блоге на sports.ru поделился соображениями относительно будущего чемпиона КХЛ. Чемпионом станет Акбарс. Вы изучите циклы с Нагана, когда НХЛ-овцы начали ездить на Олимпиады. 98-й год. Акбарс взял золото. 2006-й. Акбарс взял золото. 2010-й. Акбарс взял золото. Осечка случилась лишь в 2002-м. Акбарс дошел до финала, где проиграл локомотиву, потому что был железно уверен, что возьмет золото. Ученые должны изучить, какие аномалии происходят в Казани в счетные невисокосные годы. Но уже в межсезонье Барсы заряжены на борьбу. Форвард Лукаянов буйно бьется с двумя полицейскими. Это предвестник финала Кубка Гагарина. Акбарс против Динамо. Свой первый матч в качестве главного тренера Колорадо Эвиланш провел легендарный Патрик Руа. Его команда победила и победила крупно. И все же первый блин в какой-то степени получился комом. Павел Лосенков рассказывает об инциденте с участием Руа. Руа всегда отличался буйным нравом. По характеру он такой же, как Петер из Скудра. Говорят ведь, что все вратари – странные люди. Эта игра была первой в НХЛ и для святого Патрика как главного тренера клуба лиги. И вот Руа учудил, начав орать матом на наставника Анахайма, добродушного толстячка Брюса Будро. Руа так разошелся, что едва не обрушил на Брюса стеклянную перегородку, разделяющую лавки команд. В итоге Патрик получил матч штрафа и теперь пропустит домашнюю встречу с Нэшвиллом. Колорадо добыл победу не без помощи российского вратаря Семена Варламова, который совсем немного не дотянул до шатаута. Семен Варламов в одном из эпизодов спас команду, когда в упор бросал Кори Перри. Вспомнился Ванкувер, когда в четвертьфинале с канадцами тот же Перри на пару с Геслафом разорвал сборную России. И нужно было видеть укоризненный взгляд Семена, когда за 7 секунд до сирены оборона Колорадо позволила Силфербергу сыграть на добивании. И форвард Анахайма отобрал сухарь у Варли. Это мог быть 12-й матч на ноль Варламова в НХЛ. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите нас каждый будний день. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»